Для меня огромная честь делиться Словом Божьим на втором потоке. Мы слышали о том, что месяц ноябрь в нашей церкви назван месяцем Слова Божьего. Я хотел бы, чтобы мы могли открыть Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Мы прочитаем место из Слова Божьего, Матфея 22, 37. Написаны такие слова. «Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим». То, что в Библии в Новом Завете называется «наибольшей заповедью». Знаете, слово «всем» означает «целый», «полный», «целостный». И один из переводов, он говорит так. «Всем» это значит подлинным, возлюби Бога подлинным сердцем. Знаете, в картинах, в разных вещах есть подлинники, а есть подделки. И вот я хотел бы, чтобы мы могли сегодня с вами посмотреть на несколько критериев, которые определяют наше христианское сердце как подлинник. Что определяет подлинное, настоящее христианское сердце. И тема моей проповеди я назвал так. «Все дело в сердце». «Все дело в сердце». Первый пункт моей проповеди звучит так. Сердце, которое слышит. Подлинное сердце христианина – это сердце, которое способно слышать. Знаете, почему мы говорим о сердце, когда говорим о способности слышать? Ведь для того, чтобы слышать физически, Бог дал нам не сердце, Бог дал нам уши. Да, физически уши, ими мы воспринимаем звуки, мы слышим голоса и так далее. Но знаете, чтобы воспринимать Божий голос, нам нужно, чтобы слышали наши духовные уши. А от того, слышат они или не слышат, все зависит от сердца. Иисус Христос, Он не раз говорил для людей, которые не слышали Его Слово, не слышали то, что Он пытался им донести. Он говорил такие слова «Имейте уши слышать, но не слышите». И потом Он называл причину, потому что говорит «огрубело» или «ожесточилось сердце». Есть две причины, почему мы перестаем слышать Божий голос, мы перестаем слышать Бога в нашей жизни. Это ожесточение и огрубение сердца. Знаете, но когда наше сердце правильное, мы способны слышать голос Божий. В Второзаконии, 15 глава, 5 стих, там написаны такие слова. «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно исполнять заповеди Его». Знаете, слово «слушать» в оригинале оно звучит так. Слушая – слышать. Слушая – слышать. Есть разница в том, чтобы слышать Слово Божье, и в том, чтобы слушать Слово Божье. Знаете, для меня всегда вот такой невероятный челлендж – это проповедь для детей в лагере. Когда ты проповедуешь на детском лагере, они себя ведут совершенно наоборот, как ведут себя люди на центральном служении и на поместной церкви. На центральном служении, на поместной церкви, знаете, намного легче проповедовать. Почему? Вы сидите, внимательно смотрите на сцену, как минимум делаете вид, что слышите, да? И это как бы, ну, ободряет, и как бы говоришь, легко говорить. В детском лагере все наоборот. Знаете, дети там, они слушают какой-то определенный момент. И кажется, что они вообще ничего не слышат. На первом ряду, между сценой и первым рядом, такие лежат мягкие покрытия, да? И там самые младшие дети, они, ну, заряжены как телефон на 100%, знаете, у них энергия прет. Они там какое-то время сидят, а потом начинается кубарь, начинается, знаете, то на один бок, на другой бок. В зале там друг друга, они как бы, ну, где-то там цепляют и так дальше. Знаете, такое впечатление, ты проповедуешь залу, как деревья на ветру. Знаете, весь зал так, ну, качается. То успокоится, то качается, знаете, от ветра. И когда ты думаешь, а они что-то слышат, то, что говорится, ну, с кафедры, то, что говорится со сцены. Знаете, когда наставники делятся, и в отрядах дети делятся тем, что было на проповеди, оказывается, они все слышат. Они слышат, что Бог говорит для них. Поэтому важно нам, слушая, слышать, что Бог говорит для нас. Знаете, Иисус, Он говорит такую вещь, что характеризует нас, как христиан. Он говорит, овцы Мои знают голос Мой, слушается голоса Моего Иисуса, говорит. И я знаю их, Христос говорит. Знаете, каким образом пастух ведет своих овец? Мы, кто родился в советском времени, помним фильм «Кавказская пленница», помните, как там гнал барана, он гнал их, ну, сзади, да, цап-цабэй, подгонял. Но пастух ведет овец по-другому. Пастух ведет овец, он идет впереди их, и голосовыми командами направляет стадо, которое идет за ними. Овцы слышат голос пастуха, реагируют на этот голос, и таким образом они исследуют, куда ведет их пастух. И знаете, первый критерий, который определяет подлинность нашего христианского сердца, это способность, слушая, слышать голос Божий. Когда Бог может вести, направлять, менять, корректировать нас в нашей жизни. Знаете, недавно я услышал одну интересную мысль, я слышал одну проповедь, и один проповедник, он сказал такую интересную мысль, она стала для меня откровением. Когда Соломон становился на царство после Давида, и перед ним был большой вызов, он, Бог явился к нему и говорит, Соломон, проси от меня все, чего хочешь. И мы знаем эту историю, Соломон попросил у Бога сердце мудрое, чтобы мудро управлять народом. Знаете, в оригинале там звучит немножко по-другому. Соломон попросил сердце, которое слышит. Соломон попросил способность слышать голос Божий, слышать его заповеди, слышать его откровения, слышать его водительства. Поэтому, братья и сестры, первое, что характеризует наше сердце христианина, это сердце, способное слышать. Я хотел бы показать некоторые методы, как Бог может говорить к нам в нашу жизнь. Библия говорит, Бог говорит многократно и многообразно. Я выбрал самые основные, я думаю, что их намного больше, но самые основные. Бог говорит нам через свое Слово. Когда мы читаем Библию, когда мы пребываем в Слове Божьем, Бог будет открываться нам, когда мы делаем это с открытым сердцем. Знаете, если мы не будем читать Библию, если мы не будем открывать ее, Богу тяжело будет проговорить в наше сердце. Бог говорит нам изнутри, когда мы слушаем внутри голос Божий. В нашей тайной комнате, может быть, на служении. Когда мы внимательны к слышанию голоса Божьего, Бог говорит нам изнутри. Бог говорит нам через проповеди, через песни, через свидетельства. Я верю, что для кого-то Бог проговорил через сегодняшнее свидетельство. Для кого-то кто-то услышал что-то от Бога. Наш брат Женя, он свидетельствовал, да, он говорил, мы пришли в церковь, и мы услышали, что есть семейные семинары. Знаете, можно слушать, а можно услышать. И Бог может говорить через мудрые советы, когда кто-то что-то советует, и в этот момент, знаете, в сердце что-то зажигается. Ты слышишь, это к тебе относится, это живет в твоем сердце. Через разные жизненные обстоятельства. Что-то произошло, что-то случилось, как-то обстоятельства сложились, и ты понимаешь, Бог хочет через это что-то сказать. Бог говорит через дары Святого Духа, пророчества, сны, видения. Главное, чтобы через сны Бог не говорил на центральном служении, да, дома можно. И через красоту творения и так далее. Бог говорит многократно и многообразно. Он использует разные методы. Знаете, если подытожить и сказать, а что одно нам важно, чтобы не пропускать вот это Слово Божье, голос Божий для нашей с вами жизни. Знаете, одно я выделил качество, оно звучит так. Нам нужна внимательность. В притчах написано, сын мой, словам моим внимай. Знаете, когда мы невнимательны, мы пропустим то, что Бог хочет нам сказать. Я не знаю, как у вас, я люблю слушать проповеди, и когда я слушаю проповедь, и я сконцентрирован на проповеди, я что-то беру для себя, Бог говорит ко мне. Но, знаете, бывают такие моменты, я слушаю проповедь, и сегодня техника позволяет, проповедь как бы идет, а я могу зайти параллельно в какие-то другие приложения, что-то смотреть, что-то еще там про себя думать. То в этот момент, как правило, из проповеди я ничего не слышу. Знаете почему? Я свое внимание направил на другие вещи. Я свое внимание рассеял, и уже способность слышать голос Божий в данный момент ослабляется. Знаете, недавно я прочитал одну историю, которая, не знаю, это на самом деле была или выдуманная история, но, наверное, была на самом деле, которая рассказывает о важности внимательности. Одна семья, она приобрела посудомоечную машинку в магазине бытовой техники, им рассказали, показали, как она работает, все хорошо. Они жили за городом, забрали эту технику, поехали домой, пытаются ее включить, пытаются протестировать. Она не работает. Муж звонит в магазин и говорит, вы знаете, вы продали нам бракованную посудомоечную машину, меняйте срочно. И в магазине консультант отвечает, что машина, которая забирает технику, у них там есть определенный сервисный центр, есть определенная машина, она может приехать там в течение недели. Или, говорит, загрузите и привозите ее к нам. Они быстренько загрузили эту посудомоечную машину, привезли в магазин. Муж говорит, меняйте, она не работает, она неправильная. И консультант говорит, давайте проверим. Он берет эту посудомоечную машину, все нажимает, закрывает дверь, и она работает. Муж ничего не сказал, говорит, все, я ее забираю. Он забирает мне эту машинку, которую купил, и уезжает домой. Знаете, в чем была причина? Дома они все так сделали, как им рассказали, только они, не закрыв дверь, ожидали, что она включится и будет работать. А посудомоечную машину нужно закрыть, тогда она работает. Знаете, простая невнимательность, да, дала возможность потратить кучу времени, кучу усилий и так далее, и тому подобное. Братья и сестры, когда мы внимательны, когда мы читаем внимательно слово с открытым сердцем, Бог будет говорить к нам. Когда мы внимательны на проповеди, не просто там где-то в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке, но внимательно слушаем, Бог будет говорить к нам. Когда мы внимательны в разных жизненных обстоятельствах, Может быть, ты на природе, ты в горах, или, может быть, на море. Если ты сконцентрировал на том и внимательно прислушиваешься, что Бог хочет сказать, мы услышим в нужный момент голос Божий для своей жизни. Знаете, я хотел бы задать вопрос, а способно ли сегодня, на данном этапе моей жизни, мое сердце не просто слушать, но слышать, что Бог говорит для каждого из нас. Я приведу вам пример, это история, которая произошла буквально позапрошлой неделе, может быть, на прошлой. Один брат рассказал, у нас на домашних группах в последнее время мы делились Словом Божьим, которое живет в нашем сердце, и через которое Бог что-то изменил в нашей жизни. Какое-то слово, которое повлияло на нашу жизнь. Один брат делился, и он назвал местописание, которое послужило ему, это Екклезиастам, 9 глава, 11 стих. Такое местописание. Обратился я и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусственным благорасположения, но время и случай для всех их. И он делится этим местописанием, своей историей. В этот момент другой брат на этой домашней группе, он говорит, я явно слышу, что Бог через это слово говорит для моих обстоятельств. У него была нужда, он занимается строительством этого второго брата, ему необходим был автомобиль. У него был конверт, авто, он собирал финансы, но сумма, которую он собирал, была недостаточной для покупки. И он говорит, я слышу внутри своего сердца время и случай. Он говорит, я потом начал размышлять над этим, и Бог положил некоторые вещи в его сердце. Он работал у одного человека и вел по строительству несколько объектов. Он приходит к этому хозяину и говорит, ты знаешь, мне есть нужда, мне нужен автомобиль. И знаете, реакция этого человека, сколько тебе добавить? И дает ему финансы. И брат буквально через несколько дней после этого купил автомобиль, его нужда решилась. Продесестры, способность слушая, слышать, она будет менять нашу жизнь. В свое время Бог даст Слово, когда мы внимательно открыты к Нему. Поэтому первое, что я хотел бы сегодня сказать, имей сердце, которое слышит. Второй критерий, второй критерий подлинного, настоящего христианского сердца, я назвал так, сердце, которое слушается. Знаете, есть разница между тем, чтобы слушать и слышать, есть разница между тем, чтобы слышать и исполнять. В этом тоже есть разница. Знаете, особенно у кого есть дети, мы эту разницу четко видим. Бывает, ты ему говоришь, он вроде бы слышит, но как бы делает по-другому. А когда и слышит, и делает, сердце родителей радостное, счастливое, мы как бы готовы на какие-то благословения поделиться с нашими детьми. Знаете, Библия говорит о том, что блаженны люди, которые и слышат Слово Божье, и не только слышат, но и исполняют его. Блаженны слышащие и исполняющие Слово Божье. Недавно я читал историю об жизни Авраама. Знаете, я обратил внимание на одну вещь, одно качество, которое показывает сущность Авраама, которое показывает его сердце. Когда мы смотрим, с чего начинается история хождения Авраама за Богом, Бог призывает Авраама оставить землю, Ур-Халдейский, где он жил со своей землей, и Бог призывает его в землю обетованную. Бог говорит о том, что он произведет из него великий народ. Авраам слушается его позиция перед Богом. Вот я, он оставляет все, берет свою семью, берет свое имущество и начинает путь за Богом. И знаете, Бог открыл Аврааму о том, что будет у него сын. Когда Авраам выходил из Ура-Халдейского, ему было 75 лет. Мы знаем, что сын обетования, Исаак, родился у Авраама, когда ему было 100 лет. Прошло 25 лет. И вот история, которая описана в Бытие, 22 глава, 1 стих. Возможно, это прошло уже лет 30, потому что уже Исаак и разговаривал, Исаак уже и ходил. То есть прошел большой период жизни, жизни Авраама. И давайте мы посмотрим, а какая была его позиция. Уже Авраам благословенный. Уже Авраама исполнилось обетование. Родился Исаак. Он уже богатый, известный человек, уважаемый. А какая позиция его сердца? 22, 1. «И было после сих происшествий, Бог искушал или испытывал Авраама и сказал ему, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Проходит 30 лет. Знаете, а позиция Авраама, она остается одинаковой. Как 30 лет назад он был послушный Богу, так и сегодня, в момент, когда Бог благословил его жизнь, когда в его жизни все складывается, в его жизни все хорошо, его внутренняя позиция, она не меняется. Она остается «Вот я Господь». Это позиция послушания, позиция верности. Знаете, братья и сестры, я думаю, когда в нашей жизни у нас ничего не было, когда было трудно, мы были верны Богу, мы готовы были слушаться Его. Но бывают моменты, когда приходят благословения, на работе зарплату подняли, транспорт поменял на хороший, могу поехать на хороший отдых, хорошее жилье имею. Знаете, бывают моменты, и с позиции «Вот я» что-то меняется. Начинается позиция «Не я», «Почему я» и так далее и тому подобное. В жизни Авраама обстоятельства изменились, благословение добавилось, но позиция Его не изменилась. Она осталась «Вот я». Я хотел бы прочитать дальше. Бог испытывает Авраама, это непростая история, и прочитать второй стих, и прочитаем потом с 9 по 13 стих. Бог, когда обратился к Аврааму, Он сказал «Вот я», и вот Бог испытывает его определенными обстоятельствами. Второй стих, написано 22 глава. Бог сказал «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю Мария, и там принеси его всесожжение на одно из гор, о котором я скажу тебе». Хочу сказать сразу, Бог не хотел, и Бог не требует людских жертвоприношений. Может кто-то насторожился, думает, вот пришел церковь, мне предупреждали, что меня могут жертву пронести. Братья и сестры, все хорошо. Кроме наших грехов, жертву больше Бог ничего не приносит. И Бог испытывал сердце Авраама. Мы читаем с 9-го, дальше по 13-й стих, чем закончилась эта история. Авраам послушался, он взял Исаака, он пошел, и пришли на место, которым сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал «Авраам, Авраам!» Он сказал «Вот я». Мы видим в момент благословений позиция Авраама «Вот я». В момент самых больших испытаний его жизненная позиция не меняется, она остается «Вот я». Позиция послушания, позиция верности. Ангел сказал «Не поднимай руки твои на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». «И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаше, рогами своими, Авраам пошел, взял овна, и принес его во всесожжение вместо сына твоего». Братья и сестры, меняются обстоятельства жизни Авраама, но позиция его остается неизменным. Его сердце открыто и для того, чтобы слышать голос Божий, и для того, чтобы исполнять его слово, и в моменты, когда у него ничего не было, и в моменты, когда Бог сильно его благословил, и в моменты самых больших испытаний, его позиция остается неизменной. Знаете, я думал над этим, я подумал для себя, а почему в жизни некоторых христиан сезоны определенные в жизни, они не меняются? Почему мы в некоторых сезонах застряли, и ничего не меняется? Одна из причин изменилась позиция. Когда-то была позиция «вот я», а сегодня стала позиция «не я», «почему я» и так далее. Знаете, если мы сохраним эту позицию послушания, смирения, верности перед Богом, то придет время, и Бог откроется нам и направит нас в новый сезон, новый этап, придут новые перемены, новые благословения. Если бы этой позиции в жизни Авраама не было, он бы мог застрять в старом сезоне. И знаете, когда теряется эта позиция «вот я», теряется откровение, теряется свежесть, мы застряем в старых позициях. Но если мы сохраняем эту позицию в разных жизненных обстоятельствах, Бог открывается нам, Бог ведет нас, Бог благословляет нас. Знаете, когда мы были детьми, когда мы были физическими детьми, наша позиция по отношению к нашим родителям была простая. Где ты? Знаете, всегда дети, что они делают? Они ищут своих родителей, они переживают, где родители. Большинство детей. Знаете, как у ребенка к маме много вопросов, а к папе только один, да? К папе простой вопрос. Папа, да и мама. И все. И вот знаете, когда младенцы, это нормальная позиция. Где ты? Когда мы в духовном младенчестве, мы начинаем только идти за Богом. Это нормальная позиция. Господь, где ты? Господь, благослови меня. Бог направил меня. Но знаете, когда мы возрастаем, наша позиция тоже должна возрасти. Она должна стать не где ты, а вот я. Господь, я готов слушаться, я готов быть верным, я готов быть, смиряться, я готов следовать за тобою. Знаете, что определяет мою духовную зрелость? Не сколько лет я в церкви, а какая моя позиция? Растет ли моя позиция? Меняется ли она с позицией, где ты, на позицию вот я? Это зрелость, это взаимоотношение с Богом. Знаете, я верю, что если наша позиция по отношению к Богу будет в любые времена, вот я, Господь, то когда у нас будут трудности, когда нас нужно будет в чем-то направить, в чем-то благословить, в чем-то изменить, Божья позиция по отношению к нам будет так же, вот я. Бог откроется от нам, Бог направит нас, Бог даст выход, Бог даст подкрепление, благословение в нашей жизни. Знаете, я приведу один пример. В начале нашего христианства Бог учил нас послушанию, смирению. И у нас вместе с родителями небольшой семейный такой бизнес продуктовый. И наши продуктовые точки, они работали все семь дней в неделю. И вот однажды, читая Библию, читая Слово Божье, я читаю, и там есть местописание, что в седьмой день для Господа не работай ни ты, ни раб твой, ни вол твой. То есть ни работник твой, ни оборудование твое. Не работай. И знаете, это слово, оно, вот, я не раз его слышал, а в этот момент оно касается моего сердца и начинает мое сердце будоражить. И знаете, Бог, я чувствую, как побуждает нас в седьмой день не работать. С другой стороны, знаете, включается плоть Адамовна, я беру калькулятор, я считаю, и калькулятор мне говорит другие вещи, что, ну, седьмой день не работать невыгодно, это мы теряем, ну, Бог, это же продукты питания, что ты там не написал, кроме продуктов питания, как бы, можно же было написать. Ну, что ты не написал. И знаете, вот идет борьба между тем, что говорит Бог, и тем, что говорит калькулятор, тем, что говорит естественный, как же мы думаем, взгляд на вещи. И знаете, был момент борьбы, и Бог дал силы принять нам совместно, с семьей, вместе с родителями, решение, и мы приняли решение, седьмой день, мы будем закрываться. Мы перестроили, как бы там, ну, поставки и так дальше, и тому подобное. И знаете, что произошло? Через короткое время наш оборот за шесть дней стал больше, чем за семь. Бог благословил нас. Но это не самое главное. Знаете, Бог научил не просто слышать Его Слово, а быть, исполнять Его Слово, подчиняться под Его Слово, потому что это еще множество, множество раз нам пригодится в нашей христианской жизни. Поэтому первое, мы говорили, имей сердце, которое слышит. Второе, имей сердце, которое слушается. И последнее, третье, мы будем иметь молитву. Третье звучит так. Сердце, которое верит. Сердце, которое верит. Знаете, на протяжении нашего христианства, следования за Богом, время от времени мы сталкиваемся с разного рода проблемами. Это могут быть проблемы в здоровье, это могут быть проблемы в семье, это могут быть проблемы, может уйти из жизни родной, близкий нам человек, это могут быть проблемы в финансах, это могут быть проблемы, какие-то внутренние, депрессия, страх, переживания. Разного рода проблемы, они могут возникать в нашей жизни. И знаете, когда эти проблемы возникают, их цель сбить нас, их цель сломать нас, их цель давить нас, знаете, как бы, чтобы наши руки веры опустились, чтобы наше следование за Богом прекратилось, чтобы мы отступили с нашего пути. И мы читаем в Слове Божьем историю, которую многие из нас мы знаем, это история, когда против израильского народа выступал такой великан, такой воин, которого звали Голиаф. Это был воин три метра ростом, на нем было огромное количество доспехов, наверное, сотню килограмм весили его доспехи, у него было громадное копье и в длину, и в вес, так что у него был даже оруженосец, который его поддерживал. Этот воин, филистимский воин, он выступал против израильского народа и держал в страхе весь израильский народ. Он каждый день кричал, и он вызывал на бой, и он хотел сразиться один на один с кем-то из израильского народа. Но все воины израильского народа, они боялись, они были в страхе, и они не сражались с Голиафом. Знаете, братья и сестры, есть моменты, когда мы коллективно с чем-то боремся, а есть моменты в нашей жизни против каждого из нас время от времени может выступить какой-то индивидуальный Голиаф. Может быть в здоровье, может быть в семье, может быть проблема в служении, материальная проблема. Этот Голиаф кричит, этот Голиаф пытается нас унизить, этот Голиаф пытается нас растоптать, он посягает на нашу веру, на наши отношения с Богом. Знаете, без победы над Голиафом израильский народ не мог двинуться дальше, он не мог идти дальше в землю обетованную. И вот некому сражаться, приходит Давид, он был юношей, он не был воином, и он говорит, я сражусь с этим великаном. У него не было какой-то спецвоенной подготовки, и давайте мы прочитаем историю, которая записана 1 царств, 17 глава, 40 стих. Мы прочитаем, а как Давид, будучи простым юношей, одержал победу над таким воином, как Голиаф. 1 царств, 17 глава, 40 стих. Написаны такие слова. И взял посох. Перед тем, когда воевать, Давид пошел, хотел воевать с Голиафом, на него Саул, царь одел свои доспехи, как бы свою броню, дал ему свои доспехи, свой меч, щит. Но Давиду было некомфортно, оно было не его, это было, ну, как бы, не то, с чем он привык иметь дело. Он снял это и начал действовать теми методами, которые он знал, своими секретами. И вот 40 стих. И взял посох, свою руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкой, с пращью в руке своей выступил против филистимлянина. И дальше 48 и 50 стих. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближался навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину, опустил руку свою в сумку, взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращую и камнем и поразил филистимлянина и убил его, меча же не было в руке Давида. Заметьте, да, что Давид, он использует те методы, которые он знал. Библия говорит, он пошел к ручью, взял оттуда пять гладких камней, положил их в сумку, и у него был такой специальный, можно сказать, боевой инструмент, это праща. Знаете, когда я думал об этом, и что символизируют камни? Они символизируют обетование Божье. В слове Божьем есть обетование. И знаете, когда мы читаем в римлянам о вере, там написано вера от слышания, а слышание от слова Божьего. То вот слово Божье, оно имеет два значения, два греческих слова, есть логос и есть слово рема. И если прочитать по гречески, там написано вера от ремы, а рема от логоса. Логос это написанное слово, то, что написано в Библии, а рема это то, что мы услышали через Библию, личное откровение от Бога, то, что прозвучало в нашем сердце, то, что ожило внутри нас, то, что дало веру. И вот Давид, он взял эти обетования, он взял это слово, которое и положил в сумку, что является прообразом его сердца, и праща, которая является прообразом ходатайственной молитвы, он таким образом победил Голиафа. Стоит вопрос, Давид, а почему ты не мог набрать камней просто под ногами? Зачем тебе идти к ручью? В Израиле камни везде, знаете, не надо идти к ручью, они везде под ногами. Он мог взять камни обычные, также положить их в сумку, положить в пращу и запускать их в сторону Голиафа. Но знаете, почему-то он пошел к ручью. Когда мы с вами собирали где-то камни на море или в речке или в озере, то там камни, они гладкие, они имеют, ну, они отточены водою. А камни обычные, они такие шероховатые, угловатые. Я не знаю, как у вас, у меня в детстве все карманы всегда были порваны. Знаете, почему? Я носил в советское время, раньше ключи были такие, знаете, от квартиры большие, плюс еще там куча зубчиков, и они постоянно протирали карманы. Знаете, я хотел бы сказать для нас, братья и сестры, важное откровение. Бывает, что мы просто берем обетование из Библии и пытаемся ими воевать. Но обетование, которое Бог не проговорил в наше сердце, которое мы просто нашли, как правило, они работать не будут. Это вот эти просто угловатые камни. Но камни из ручья, ручей, это прообраз живых отношений. Там, где есть живые отношения с Богом, там Бог будет открываться, там Бог будет говорить. И в свое время Бог будет этим словом поддерживать нас, оно будет укреплять нашу веру. Знаете, почему важно не пропускать молитву, центральное служение, домашнюю группу, общение с верующими людьми. В такой момент Бог может дать обетование в наше сердце. И может быть на этом этапе жизни оно не нужно нам, но придет время, и мы сможем достать это живое слово, достать то, что Бог сказал нам, и запустить его прямо в лоб Голиафу, который нам противостоит. Братья и сестры, хотел бы сказать для нас, знаете, Бог не будет воевать с Голиафом вместо нас, Бог хочет воевать с Голиафом вместе с нами. Это наша ответственность быть у ручья, это наша ответственность собирать вот эти гладкие камни, складывать их в свое сердце, как Библия говорит, делала Мария, она слагала слово в сердце своем, и в свое время эти Божьи обетования, которые Бог даст в конкретном случае, или которые давал когда-то, мы сможем достать их, мы сможем этим живым Словом Божьим бороться против тех Голиафов, которые противостоят в нашей жизни, которые противостоят нашей жизни. Поэтому наша задача собирать, наша задача ходатайствовать, а Бог направит это живое Слово, Бог направит эти обетования, и мы сможем одержать победу над своим Голиафом. Я хочу привести пример. Знаете, прошлое воскресенье была такая возможность у нас с женой. Мы были в Ивано-Франковске, и мы посетили нашу церковь, с нашего объединения в Ивано-Франковске. Прекрасная, дружественная церковь, хорошие люди, очень радушно приняли нас. И когда мы были на служении, служение начинала одна сестра, начинала так бодро, с верою, знаете, так вот аж жить хочется. И мы побыли на служении, потом имели хорошее общение, и мы отправились домой. Когда мы ехали назад, моя жена спросила у меня, Юра, ты слышал свидетельство этой сестры, которая сегодня участвовала в служении? Говорю, не, не слышал. Она говорит, у нее очень интересное свидетельство, послушай его. И затем, мне стало интересно, и через несколько дней я его послушал, это свидетельство. И эта сестра, она рассказывала об одной ситуации в своей жизни. У них была хорошая христианская семья, муж, она, жена. Они имели трое деток, двое сыновей и дочку. Они верили в Бога, служили Богу, ушли за Богом. И вот в один субботний вечер, они днем приехали с магазина, у них была новая квартира, которую недавно приобрели, сделали ремонт. Это был зимний субботний вечер. Она говорит, я пришла домой и начала готовить обед на завтра. Мы в воскресенье идем в церковь, говорит, я готовлю обед, чтобы потом, придя из церкви, могли с семьей собраться, порадоваться, вместе провести время. Муж занимался своими делами. Между сыновьями был разговор, кто первый пойдет мыться в ванную, и старший сын пошел мыться в ванную, а младший и дочка, они где-то занимались своими делами в комнате. Она говорит, я варю, это же сестра, ее Ира зовут, она рассказывает, я варю еду, и тут мне становится немножко плоховато. Говорит, я понимаю, что, наверное, я устала, мне надо отдохнуть, наверное, я забегалась. Говорит, помню, как только уже как бы теряю сознание. В этот момент муж подхватил ее, и он оттащил ее как бы в комнату, на кровать, и тут же и сам потерял сознание. В таком бессознательном состоянии они пролежали около трех часов. И знаете, потом, через три часа уже муж рассказывал о том, что он чувствует, что кто-то его будет. Кто-то как бы, и он как сквозь сон, знаете, сквозь вот такую, ну, непонятную ситуацию, он где-то приходит, приходит, осознание, у нас же ребенок в ванной, он говорит, я ползу туда, потом он как бы пошел или пополз к жене своей, ее как-то разбудил, и они каким-то там образом в таком полуосознанном состоянии набрали своих друзей, и те сразу поняли, что им что-то плохо, вызвали скорую. Приехала скорая, и эта Ирина говорит, они уже опомнились, когда уже были в больнице, в палате, она говорит, посмотрела, вроде бы рядом, сжал муж, детей не было, и потом им рассказали о том, что произошло, они отравились угарным газом, был сильный мороз, и как-то газы не уходили, а шли обратно в квартиру, их не было слышно, и полностью вся семья, она отравилась этим угарным газом. Через время, как бы они узнали о том, что муж жив, она жива, и двое деток живы. К сожалению, один ребенок, который был в ванной, он не выжил. И знаете, она говорила о том, что после этого события, до этого события, она говорит, мы такие были в жизни радостные, у нас так все в жизни, была куча планов, куча всего. Говорит, но после этого события, как внутри что-то оборвалось. Говорит, мне так было тяжело, у меня было куча вопросов к Богу. Бог, за что? Бог, почему? Бог, ну почему так произошло? И она говорит, вот с этими переживаниями, я жила, оно было внутри меня, мне казалось, что я никогда больше не буду радоваться, никогда не вернусь обратно к нормальной жизни. Говорит, нас очень сильно поддерживали в церкви, там их сразу забрали друзья, их поддерживали, их помогали им всячески. И она говорит, был один момент, после этого момента, говорит, все кардинально изменилось. Она говорит, мы были в гостях у наших друзей, и уже легли спать, муж, говорит, заснул, она говорит, а я лежу, и меня мучают все эти мысли, все эти переживания. Она говорит, такая даже внутри, как бы агрессия такая, Бог, ну что, мы самые грешные, ну почему так, почему с нами? И она говорит, и вдруг, внутри своего сердца, я говорит, ясно слышу одно местописание. Я, слышала его десятки раз, раньше на служении, но оно никогда меня не касалось. А тут оно просто отчетливо прозвучало в моем сердце. Она услышала слова, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Она говорит, когда я услышал эти слова, я начала и дальше, как бы спорить с Богом, говорю, Господь, ну как я могу тебя благодарить в этой ситуации? И знаете, она говорит, лежавши там, это вот короткое время, она говорит, это было подобно, как родители пытаются детям что-то доказать, дети кипишуют, и родители ожидают, чтобы дети, знаете, утухнут, утихнут, и тогда донести им свою мысль. И говорит, Бог как бы так подождал, а потом еще одно слово, оно прозвучало в ее сердце. Посмотри вокруг, у тебя есть много причин для благодарности. Она говорит, это просто прозвучало внутри меня. Она говорит, я начала смотреть на мужа, на себя мы живы, двое деток наших живы, начала вспоминать разного рода благословения, которые были в живы. И она говорит, в эту ночь мое сердце полностью изменилось. Пришло полное исцеление, пришел полный мир. Она говорит, мы отпустили нашего сына, мы верим, что он с Господом на небесах. И она говорит, после этой ночи, после того, как слово Божье прозвучало в ее сердце, моя жизнь, говорит, после этого кардинально изменилась. Я начала улыбаться, я начала жить в мире. Сегодня они служат Богу, Бог дал еще им одного, третьего тоже ребенка. И они служат в церкви, они делают разные служения семьям, водят в горах, в горы семьи, детей, и таким образом много служат для Господа. Братья и сестры, Слово Божье, обетование Божье, откровение Божье, особенно даже в таких нелегких ситуациях изменить наше сердце. Давайте мы поднимемся. И знаете, когда заканчивала она свое свидетельство, она говорит, я хочу сказать, все дело сердца. Если наше сердце открыто перед Богом, если наше сердце настроено, чтобы слышать Его голос, там может быть не каждый день, но если мы будем пребывать в этом, внимательно в этом, Бог будет открываться нам, Бог будет говорить нам, Бог будет посылать свое слово, которое мы сможем складывать внутри своего сердца и в свое время, взявши эти обетования, взявши эту веру, противостать любому Голиафу. который пытается выступить против нас, который пытается сломать нас, который пытается утоптать нас, мы сможем противостоять живым Словом Божьим. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы могли сегодня завершать эту проповедь, помолиться и попросить три простые вещи. Бог, дай, чтобы мое сердце было способным, слушая, слышать. Дай, чтобы мое сердце было способным исполнять Твое Слово. Дай, чтобы мое сердце было наполнено верою. Верою, как результат откровений, как результат близости с нашим Господом Иисусом Христом. Давайте мы об этом помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа мы благословляем Твое святое имя. Мы молимся и просим Тебя, Отец. Ты сказал в Своем Слове, если мы будем, слушая, слышать Твое Слово, благослови наши сердца, чтобы они были способны слышать Твой голос. Когда мы читаем Слово, когда мы слушаем Тебя, Господь, в нашей тайной комнате, когда мы, Господь Иисус, переживаем какие-то жизненные обстоятельства, по разным, разными методами, Ты говоришь многократно и многообразно, благослови нас сердцем слышащим, Господь. Боже, может быть, есть какое-то ожесточение, может быть, есть какое-то зло в нашем сердце. Очисти, Господь, чтобы мы были способны нашим внутренним сердцем, чтобы наши духовные уши были открыты, мы были способны слышать Твой голос. Благослови нас быть не только слышателями Твоего Слова, но исполнять его, но повиноваться Ему, быть верными в любых обстоятельствах нашей жизни, Господь. Благослови во имя Иисуса. Благослови каждого из нас. Может быть, это нам на сегодня невыгодно, непонятно. Может, для нас это сложно, Господь. Дай нам силы слушаться Слово Твоего во имя Иисуса Христа. Знаете, третья молитва я хотел бы помолиться с людьми. Возможно, вы сегодня переживаете, на вас давит какой-то ваш Голиаф. Может, этот Голиаф в здоровье. Может, этот Голиаф давит проблемами в семье. Может быть, проблемами в служении или финансами. Может быть, какими-то внутренними переживаниями. Вы сегодня находитесь в этом сражении со своим личным Голиафом. Я хотел бы, чтобы мы всею церковью помолились за вас. Если у вас сегодня это сражение, на данном этапе жизни, в знак вашей веры положите вашу руку на сердце. Я хотел бы, чтобы вы могли церковью походатайствовать, чтобы Бог дал обетование, чтобы Бог напомнил обетование. И мы, взявши живое Слово Божие, могли противостоять веру этому Голиафу и победить его, и двигаться дальше за нашим Богом. Отец, во имя Иисуса Христа, сегодня наша молитва перед Тобою. Бог, благослови сегодня каждого, кто встретился сегодня, Господь, со своим Голиафом, который пытается унизить, который пытается разрушить нашу веру, который пытается разрушить наше следование за Тобою. Бог, во имя Иисуса Христа, пошли Твое Слово. Дай у ручья взять эти камни, Господь, и положить в свое сердце. Дай взять и, Господь, Иисус, это живое Слово, эти обетования, Господь, и взять и ходатайствовать по Слову Твоему. И пускай по Слову Твоему придет исцеление. Пускай по Слову Твоему восстановится отношение в семье. Пускай по Слову Твоему обратятся сердца родителей к детям и детей к родителям. Пускай по Слову Твоему будет побежден всякий Голиаф в финансовых сферах жизни, всякие проблемы с финансами во имя Иисуса. Пускай по Слову Твоему будут побеждены всякие проблемы в служении во имя Иисуса. Бог, дай победу живым Словом Твоим. Ведь Ты сказал, что послал Слово Своё и исцелил их от могилы, избавил жизнь их. Подкрепи каждого из нас и даруй победу. А мы Тебе воздаем одному всю честь, всю славу и всю хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Слава Иисусу! Я хотел бы также помолиться еще одной молитвой. Я хотел бы помолиться с людьми, которые в первый раз на этом служении. Может быть, вы несколько раз на служении, но вы еще не кались перед Богом. Мы сегодня говорили об настоящем подлинном сердце христианина. Знаете, а какое подлинное сердце Бога? Что характеризует подлинность сердца Бога? Если сказать самый главный критерий. Подлинность сердца Бога характеризует любовь. Бог любит каждого человека. Он настолько сильно любит каждого из нас, что за наши грехи, за твои и мои грехи, две тысячи лет назад Он пошел на Голговский крест. Он пролил кровь. Он заплатил ценой своей жизни. Он умер и воскрес. Чтобы каждый человек сегодня получил право быть прощенным, очищенным. Чтобы каждый человек получил право начать свою жизнь в своей совести чистого листа. Бога, если ты сегодня на этом месте, и ты хочешь покаяться перед Богом, я не зову тебя в нашу церковь, зову на встречу с Иисусом, я хочу помолиться вместе с тобой. Оставь свое место в зале, на балконе, если ты в первый раз, не в первый раз, может быть ты отошел от Бога, я хотел бы молиться вместе с тобой. Проходите, пожалуйста. Мы ожидаем вас. Я знаю, что Дух Божий касается твоего сердца. Бог любит каждого человека, но прощает только тех, кто кается. Если ты хотел бы сегодня примириться с Иисусом Христом, это время специально для тебя. Он любит тебя. Он ожидает тебя. Он хочет изменить обстоятельства в твоей жизни. Знаете, я думаю, если мы прислушаемся внутри к своему сердцу, если ты внутри своего сердца слышишь этот тихий нежный голос, который говорит тебе, я люблю тебя, я ожидаю тебя, это Бог зовет тебя, чтобы ты мог примириться с Ним. Оставь свое место, выйди сюда вперед, Бог простит твои грехи, Бог изменит твою жизнь. Ты сможешь начать с чистого листа. Ты сможешь получить очищение своей совести. Ты сможешь получить самый большой дар от Бога. Это дар вечной жизни. Я внутри чувствую, есть еще люди, внутри вас идет борьба. Вы думаете, еще успею, когда-то в следующий раз, возможно, пойду. Выходите, сегодня, Библия говорит, день спасения. Сегодня Господь ожидает именно вас. Он стучит в ваше сердце. Завтра этого шанса может не быть. Послезавтра этого шанса может не быть. Бог ожидает сегодня. Проходите, пожалуйста, мы ожидаем вас. Если можно, сделайте маленький шаг вперед. Кто вышел, дорогие, кто вышел, маленький шаг вперед, если можно, сделаете. Давайте мы еще аплодисментами поддержим всех, кто выходит. Аллилуйя. Дорогие, кто вышел, я не прощаю грехи. Я точно такой же человек, как и вы. Прощает Иисус. Я просто помогу вам обратиться к Нему. Обратитесь к Нему в этой молитве. И в вашем сердце Он услышит вас, простит вас, благословит вашу жизнь. Давайте мы вместе помолимся. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, такой, как я есть. Я каюсь во всех моих грехах. Прости меня. Иисус, я принимаю Твою любовь ко мне, Твое прощение, Твое милосердие. Будь моим Богом, будь моим Спасителем, а мне позволь быть Твоим детям и следовать за Тобою. Я молился, молилась во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аплодисменты для вас, дорогие, не уходите, пожалуйста. Хочу сказать о том, что после сегодняшней молитвы покаяния вы оказались на раздорожье, на перекрестке. У вас есть право вернуться обратно к старой греховной жизни, а есть право начать новую жизнь с Иисусом Христом. Вы не обязаны ходить в нашу церковь, но без церкви вы не сможете следовать за Иисусом Христом. Если вы захотите следовать за Христом вместе с нами, мы будем рады вам служить, поддерживать вас и вместе идти по этой жизненной дороге. Мы хотим сегодня с вами познакомиться. Вручить вам подарки от нашей церкви. Евангелие, также наставничество, книгу нашего старшего пастора. Под аплодисменты всей церкви. Сейчас по центральному проходу. Пройдите, пожалуйста, в центральное фойе. Там с вами познакомятся наши служители, помолятся за ваши нужды. Да благословит вас Господь. Если можно, по центральному фойе пройдите, пожалуйста. И мы с вами познакомимся, помолимся за вас. Давайте еще больше славы для Иисуса Христа мы вас задим.